Института правды Итак, мы начинаем. Здравствуйте, Андрей Петрович. Первый вопрос из числа отобранных редакций канала звучит так. Что могло бы стать обеспечением мировой валюты в ближайшем будущем? По многочисленным развитым признакам, обнуление нефтедоллара как учетная единица богатства, должно состояться, наверное, уже в 22-м году. Это надежным средством учета, меры богатства. Я не употребляю слово стоимость, поскольку дальше пойдет, если говорить о стоимости, дальше появятся экономисты, которые будут рассказывать про теорию стоимости или еще чего-то. Так вот, история наук всех наук показывает, что надежным способом измерить богатство выступает вес золота. И золото и будет той учетной единицей в граммах, унциях, тоннах, которому будет привязан новый измеритель. А новый измеритель – это цифровые деньги. Цифровые деньги надо путать с электронными деньгами. Электронные деньги – это всего лишь, так сказать, электронные записи тех денег, которые существуют натуральным в бумажном виде. А цифровые деньги – это, значит, они… Суть из себя – запись цифрового кода. Эти цифровые деньги делятся на криптовалюты или криптокоины. Иностранное слово. И стейблкоин. Вот за криптокоинами ничего нет. Там биткоин неизвестно сколько стоит. Измеряется в долларах, пока что в долларах. А если доллар рухнет, в чем мерить будем, значит, биткоин. А, значит, под ним ничего, кроме записи в схеме блокчейн, нету. А этот майнинг – это добыча чего? Новых блоков в этом блокчейне. Это, значит, тратится какая-то там на исчисление, тратится уже сколько электроэнергии. То есть деньги на ветер. Пустота. А вот стейблкоины – это, значит, цифровые валюты, под которыми есть обеспечение. И это обеспечение – это, ну, традиционные активы. Это фиатные деньги, то есть деньги казначейств. Вот, это драгоценные, значит, камни и благородные металлы. И права на что? На ресурсы. Вот стейблкоины, их, то есть, невозможно, значит, взять ниоткуда дополнительное, значит, дополнительное золото. Золото мало. Банковского золота всего-навсего 34 тысячи тонн. А, ну, там много, десятков тысяч тонн находится там в ювелирке, в электронике, там, у частных лиц на руках. Вот. Ну, речь идет о том, что банковского золота, то есть то, которое может быть учетной единицей богатства, ее немного. А вот этих стейблкоинов, их можно сделать много. Которые бы покрыли разные, там, натуральные и немонатуральные стоимости. То есть и гудвилл можно считать стейблкоинами, и, значит, лес, трубы, там, все что угодно. Поэтому впереди это будет стейблкоин, стейблкоин будет регулироваться банком международных расчетов в Базеле, а стейблкоин будет привязан, как учетная единица, к золоту, к металлическому золоту. Еще вопрос. Как, по вашему мнению, можно снизить напряженность в отношениях России и Запада? Значит, на практике тоже можно. И эта практика, это переговоры о стратегической стабильности, про которую Путин и Байден договорились 16 июня 2021 года. Вот они там договорились, значит, приступить к разговорам о стратегической стабильности. Эта стратегическая стабильность уже, значит, является темой в двух рабочих группах. Одна считает ракеты, авианосцы, а другая по общим вопросам. Вот эти общие вопросы, это там, где Россия подпишет капитуляцию. Почему? Потому что предыдущая холодная война закончилась капитуляцией, которую подписал устно Михаил Сергеевич Горбачев на Мальте, а принял капитуляцию Буш-старший. А сейчас у нас Третья мировой война нового гибридного типа. Санкции, списки, все это прочее гибридно давят. Давят чем? Давят тем, что Россия находится в, так сказать, либеральной системе координат. И учетным единицей является доллар. А доллар это американская, значит, придумка. И доллар находится в руках у американцев. Вот. Поэтому наши друзья доллар США, а где, значит, богатство ваше, там и сердце ваше. Вот. Они и будут, так сказать, придумывать красивую дипломатическую формулу капитуляции той России, которая есть, либеральной России, демократического выбора, перед, значит, вот глубинным государством США. Вот. Для этого и приехал тут замгоссекретаря Нуланд, вот прощупать почву, так сказать, ну, насколько, так сказать, уже созрели условия этой самой капитуляции. Напомню, капитуляция первый раз, значит, она была связана, ну, капитуляция в холодной войне, это конец, вывод войск из Афганистана, там, значит, а дальше китайцы там отметились три препятствия, убрать войска из Монголии, убрать войска из, значит, из Камбоджи, это вьетнамцы должны были убрать, а не убрали. Ну, вот, примерно то же самое сейчас придумать. На каких условиях стратегическая стабильность, эти вот количество ракет, авианосцев, там, цирконов, авангардов, посейдонов, значит, будет принято. А, ну, вот здесь, значит, все посчитали, все замечательно. На каких условиях? Тут Украина, Центральная Азия, речь идет о чем? Украина, Израиль, Центральная Азия, Крым. Если бы президентом стали вы, какие первые три указа вы бы издали? Я никогда не хотел, не хочу и не буду занимать этот пост. Это не посенький шапк. Вот еще вопрос из чата. Кого из ныне живущих людей вы считаете выдающимся человеком, уникальной личностью, гением? Значит, история, наука всех наук определяет, достойный этот деятель, чтобы быть записан на скрижале или нет. И это происходит только после смерти. Вот, но Суртан Абиш Назарбаев, значит, поспешил, столицу переименовал в свое имя, это все ненадолго. Все, что, так сказать, при жизни, это ненадолго. Поэтому, кто бы сейчас не сверкал, значит, светоч, дивный гений, только история определит, гений он или не гений. А вот вопрос, который прислал один из ваших читателей. Вы пишете об эпохе Белого Царя. Почему она длится всего 10 лет и что нас ждет потом? Мне политика, расписывая, так сказать, спираль, двойную спираль тактовой частоты и, значит, частоты, которые позволяют пеленговать будущее, все это рассказала. 12 лет – это шаг винта. Для того, чтобы люди поняли, о чем идет речь, я обращаю их внимание на то, что восходы и закаты происходят регулярно. Это цикл. Приливы, отливы, фазы Луны происходят регулярно. Это цикл. Так вот, история в циклах имеет шаг винта 12 лет. И то, что предрекали провидцы, а это не я предрекал, это Серафим Саровский, Авель Вещий Тайновидец, Иоанн Кронштадтский, другие, все они перечислены в книге, которую в 2000 году издавала Троицкая Сергия Велавра. Это называется «Россия перед вторым пришествием». Там у этих провидцев сказано, что да, Россия преобразится в царство правды, держава белого царя. На короткое время, 12 лет. Это не я, это Серафим Саровский. У него и спрашивайте. Обратитесь с молитвами там. Может быть, вам божественное откровение скажет, почему он так посчитал. А мы же, значит, не политики, по коду перемен показываем, вот, значит, по четным годам у нас идет смена кодового слова. По нечетным годам каждые 12 лет происходит судьбоносное событие. Мы показываем, это все нарисовано, все написано. Откройте глаза, прочитайте и убедитесь, что эти записи, они, так сказать, назад справедливы. И, значит, и вперед, можно полагать, тоже справедливы. Что будет после, значит, того, как 12 лет царства правды закончатся? Как? Что? А антихрист победит. Это написано в Писании и в Коране, и в коранических текстах, и в библейских. Поэтому, значит, как это выглядит? Цифровизация, искусственный интеллект, генномодифицированный человек. Вот это будет. До какого времени? До нового неба и новой земли, на которых обитает правда. Ученые это назвали антропологический поворот. А что это такое? Мир невидимый станет видимым. Что это по научным? Там вот, так сказать, тонкие поля, которых сейчас не видно, они вскроются. А почему? Они вскроются и будет видно то, что не видно. Вот, а чего будет невидно? Вот это будет невидно, так сказать. Правда будет горькая. А что там, так сказать, в этом мире невидимым? Я вам скажу, дорогие активисты поисков правды. Белая горячка, что у негров, что у, значит, индейцев, значит, что у белых, что у желтых, она одинакова. Одинаково. Какие-то, значит, чертики серо-зеленые бегают. Вот что там будет видно. Вопрос от пользователя с ником Велемир. Если бы вы выиграли в лотерею миллион евро, на что бы вы их потратили? Я бы потратил миллион евро, поскольку у меня, так сказать, для моего личного благополучия всего хватает, без излишества. Ну, значит, я бы его этот миллион евро конвертировал в рубли. Часть бы оставил себе на похороны. Вот. А, ну, на лечение, на похороны, там, ну, что-то должно же быть на черный день. Вот. А остальное все вложил бы в создание музея конструирования будущего. Потому что основная проблема текущего момента – это отсутствие образа будущего, привлекательного образа будущего, который бы звал и радовал. Ну, вот туда бы я отправил эти деньги. Вопрос от Василисы М. Говорят, что Бог – это любовь. А что такое любовь? Любовь. Бог – это любовь только в одной из частей триединого, нераздельного и неслиянного божества в христианстве. Бог – это и надежда, а надежда – это дух. В духе нет любви. И это вера. А в вере тоже нет любви. Верую, потому что абсурдно. Там же, где рассказано про любовь, это там, где в христианстве появляется Сын Божий. Вот он демонстрировал в смирении, кротости, эту самую любовь к человеку, к падшему человеку. Что это такое? Это вибрации. Это вибрации сердца. И любовь – это тогда, когда происходит резонанс этих вибраций. Если говорить о любви плотской, а их этих любовей там в греческом языке шесть, что ли. Она есть плотская, значит, чувственная, братская и прочее. Вот, все расписано. Но так или иначе, это все вибрации. Это все, так сказать, резонансы. Резонансы сердца. Я бы, все же, рекомендовал полагаться больше на надежду, чем на любовь. Почему? Надежда умирать последней. А любовь зла – полюбишь и козла. Это все народная мудрость. Еще вопрос. Что, на ваш взгляд, придет на смену глобальной демократии? О, так это, значит, 11 числа бывший создатель кремлевских смыслов Сурков порадовал публику новой статьей. Это называется «Безлюдная демократия». Читайте, там все написано. Но Сурков отправляет внимание на сто лет вперед. Если речь идет о текущем моменте, о ближайшем будущем, если все это приблизить в наши дни, то демократия, выборная демократия, расписалась с полным неумением, она вообще не нужна. И идет диктатура, просвещенный диктатор, который, олицетворяя в одном лице духовную, светскую и военную власть, заменит масонскую демократию как соединение законодательной, исполнительной и судебной власти. Если открыть глаза и посмотреть правде в глаза, то в нашем Богохранимом Отечестве судебная власть почти ничего не решает. Законодательная власть штампует печатями то, что ей прислала исполнительная власть. А исполнительная власть – это и есть диктатура, просвещенная диктатура. А вот вопрос, довольно часто встречающийся от тех, кто заинтересовался музеем конструирования будущего. Почему выбрано название музей? Ведь в музей помещают шедевры, созданные в прошлом. Может быть, назвать проект лаборатория или бюро конструирования будущего? Значит, все происходит от узости пониманий. Дело в том, что слово «музыка» – давайте переименуем «музику» в что-нибудь другое. Происходит от слова «музыка». «Муза» – это греческое, значит, такое собирательное название для каких-то, значит, сущностей из мира невидимого, которые вдохновляют на творчество. Так вот, среди тех греческих муз есть одна муза, которая… История, КЛИ, которая дарует славу. Поскольку бюро, лаборатория, значит, исследовательский институт славы не даруют, поэтому музей конструирования будущего – это храм музы истории, дарующий славу. Смысл этого музея конструирования будущего – подарить славу. Слава России! Слава Украине! Вот это вот в бюро и в, значит, в, там, в лаборатории никак не обрести. Такой вопрос. Если говорить про Клуб Друзей России, кого вы видите в нем сегодня и кого хотели бы видеть в ближайшие годы? Ну, я слишком малая, значит, песчинка, значит, контужена всю голову. Участник боевых действий в моем сердце и в моем уме могут возникать очень, значит, вычурные и необычные друзья. Вот, но те друзья доллара США, у которых находится денежная власть в нашей стране, для них друзьями являются, значит, вот, либералы, демократы. Для наших олигархов, которые деньги считают, а эти деньги называются доллара США, значит, для них друзьями являются транснациональные корпорации, значит, эти банки, где лежат эти деньги, вот. Наши патриоты, ура, патриоты, дюжиправославные, значит, они никак не могут найти друзей, почему? Потому что их всех раскололи по этническому, конфессиональному признаку, по идеологическому моменту. Вся эта палитра, так сказать, патриотов разбита на разные кружки, а одни других не любят, понимаешь ли. Вот, я уж не буду говорить про всякие, значит, у нас, которые происходят, значит, столкновения на конфессиональной, этнической почве, на идеологической почве. Поэтому патриотический лагерь разбит, либеральный лагерь, значит, он весь заточен туда, на запад. А кто, собственно говоря, о каких друзьях, можно говорить? Значит, и тут я вам скажу, нет у России друзей никаких сейчас, их вообще нету, этих друзей, вот. А курс, который предлагает неополитика, основываясь на практике, это независимая состоятельность и опора на собственные силы. Независимая состоятельность и опора на собственные силы требует, прежде всего, этики, которая бы соединяла людей по признаку, что должно, что можно и что нельзя. Так вот, моими друзьями являются или выступают все те, кто разделяет этику пять выше. Духовное выше материального, общее выше частного, справедливость выше закона, служение выше владения, власть выше собственности. И последний вопрос на сегодня. Андрей Петрович, а в чем, по вашему мнению, заключается смысл жизни человека? Ответ известен. Если вы материалист, то смысл состоит в той жизни, в которой вы проживаете здесь. А здесь ее надо прожить, так сказать, в комфорте, сытости и удовольствиях. Это если вы материалист. Если же у вас душа, так сказать, чего-то ищет, если вы, значит, еще признаете жизнь после жизни, то тогда смысл состоит в том, чтобы пройти те испытания в физическом теле, достойно пройти, и чтобы было, так сказать, в книге жизни, когда душа будет представляться ко Господу, что-то записано было и на весах, сохранять эту душу или не сохранять, а по компьютерному это, значит, уничтожить или сохранить, две, собственно говоря, кнопки. Значит, если ты тут ничего не сделал и ничего, так сказать, туда, в это, так сказать, коллективное, коллективное, бессознательное не принес, то делит не нужен. Поэтому смысл, значит, чтобы было с чем представляться ко Господу, вот что я сделал. А что это такое? Ну, это что-то такое ценное, нужное, полезное, достойное, героическое, возможно. Можно. Душа спасается, почему? Потому что в книге жизни записано. Стелло. Итак, с нами на связи был небополитик Андрей Девятов. Следующий выпуск через неделю. Свои вопросы присылайте по адресу под этим видео. До новых встреч на канале Институт Правды. Субтитры сделал DimaTorzok